Ребята, всем привет! С вами канал Страна Игрляндия. И сегодня мы с вами посмотрим, как поживают наши сестренки. Как вы видите, наши сестрички проснулись и отправились в ванную комнату. И каждая из них мечтает о своей любимой еде. У Анжелы эта конфетка на палочке, а у ее сестренки это овсяная кашка. А что любит ваша Анжела, пишите в комментариях. Сегодня мы с вами, ребята, будем свидетелями обычной жизни наших кошечек. И мы с вами сможем посмотреть, как же проходят привычные деньки наших питомцев. Ну все, малышка, хватит нежиться. Давай скорее вылазь из ванной и будем с тобой одеваться. Ребята, по утрам наши кошечки занимаются гимнастикой. И для занятий спорта им нужно надеть специальную одежду. Анжела наденет свой любимый костюм для фитнеса. А вот ее сестренке мы наденем обычный спортивный костюм. Ребята, ну а вы пишите, делает ли ваша Анжела гимнастику. А вот и костюм для фитнеса. Давайте мы изменим немножко цвет. Сделаем его вот таким вот красивым, насыщенным зеленым цветом. И конечно же снимем уютные тапочки с наших красавиц. Ну что вы, девчонки, сначала зарядка, а потом конфетки. Итак, на раз, два, три, начинаем. Ну же, Анжела, соберись. Я-то, конечно, понимаю, что утром, ну никак не хочешь заниматься спортом. Но ведь это так полезно для фигуры и здоровья. Вот какие умнички наши кошечки. Ну а теперь, принцессы, можно и за стол. А ты, малышка, почистишь зубки после еды. Итак, давайте мы нашей Анжеле дадим стаканчик молока. Ведь она его просто обожает. А вот малышке мы дали брокколи и ее любимую морковку. А вот наша Анжела захотела каши, но, к сожалению, она закончилась. Поэтому нам придется сходить в магазин. А сестренка, надо же, так наелась, что даже отказывается от сладкого. А я, тем временем, нашей Анжеле накупила побольше каши. Также решила взять брокколи. И давайте возьмем еще ее любимое печенье с изюмом. А также давайте возьмем еще напитка. И очень полезного ягодного десерта в баночке. И пока мы были заняты покупками, сестренка Анжелы уже чистит зубки. Сегодня она у нас шустренькая. Ну что, Анжела, держи свою кашку, кушай быстрее и будем собираться в школу. Сестренка Анжелы уже приступила к нанесению макияжа. Для этого она взяла слегка розовые румяна. Ну а для того, чтобы сделать более выразительный взгляд, воспользуемся синий тушью. А вот и наконец-то наша Анжела решила почистить зубки. Посмотрите, наши сестренки с одинаковыми прическами. Только у них разный цвет глазок. У Анжелы зеленый, а у ее сестренки голубой. Ну же, Анжела, поторапливайся, а то так можно и в школу опоздать. А то ведь ты перед уроками захочешь еще немножко поиграть. И на это может просто не оказаться времени. Поэтому нужно закончить все повседневные дела. Вау, ребята, наша сестренка перешла на новый 14 уровень. И ей в подарок 220 золотых монеток и 5 новых наклеек. Которые мы обязательно посмотрим. Но сперва нашу сестренку нужно одеть в школу. Где же тут запропастилась ее школьная форма? Кстати, а вот и она. Только давайте вместо этой стандартной прически сделаем ей две косички. И вместо обычных муфелек давайте купим ей новые ботильоны. Ну а наша Анжела закончила делать легкий повседневный макияж. И тоже может приступать к выбору наряда, который нужно надеть в школу. Хотя думать тут много не придется. Ведь вариантов не так уж и много. Ну а сестренка Анжела вот-вот станет обладательницей новых золотых ботильонов. Надеюсь, она останется довольно новой обновкой. Да уж, ее радости как всегда нет границ. Ну а Анжела решила надеть школьный наряд. А к нему подобрать какие-нибудь туфли на каблучке. К примеру, милые туфельки с ремешком. А вот сестренка первым делом, когда вышла на террасу, решила посмотреть подарочек. В котором оказался один кристаллик. Ну а теперь можно и приниматься за наклейки. И пока сестренка будет занята рассмотрением новых наклеек, Анжела сменила прическу и надела очки ботана. Ну да ладно, Анжела, хватит грустить. А то ты вот-вот заплачешь. Пойдем-ка мы тебе поднимем настроение. Ну а малышке тем временем купим еще один наборчик наклеек. А вот с Анжелой нам придется немножко поиграть. Ведь ничто так не поднимает ей настроение, как игра в какую-нибудь мини-игру. Еще, конечно, есть отличный способ поднять ей настроение. Это купить какую-нибудь обновку. Но у нее в гардеробе все вещи. Поэтому нам остается только с ней играть. Ну или еще можно ее приласкать. Вау, ребята, сестренка только что запомнила четвертую страничку. И получила за нее 10 кристалликов. А также разблокировала очки кошачий глаз. И пока сестренка будет примерять новые очки, мы с Анжелой поиграем в жилейки. А вернее поборемся с их вредителями. И как вы, наверное, уже догадались, сейчас для вас прозвучат приветики. И первый поздравительный приветик звучит Елене Белым. Также привет Дмитрию Ткаченко, Владу Клоп, Виктории Кужахметовой из Казахстана, всему городу Рудному, также ее другу Евгению Бабичу и учительнице Елене Сергеевне. А также школе-лицей номер 4 и особенно пятому классу. Еще привет Вере Филипповой, Джерри Мэй, Саше Мочалской, Варе Прологовой, Даше Тимофеевой, Ерочке Шаталовой и третьему классу. Еще приветик Камеле Камеленок, Василисе Ивановой, Юлии Орловой, Алиночке Калиевой, Татьяне Тюрниковой, Мисс Софии, Вове Мушкину, Лиджи Араеву и его сестричке Юлии Араевой. Конечно же приветик Ксении Гребенюк, Щеткину Кириллу, школе номер 12 и девятому А-классу. Еще привет Михель Анастасии из Германии, Абалени Ксении, Тяночке Ахмедияровой, Гене Герасименко, Юре Ивановой, Катика Жевниковой, Марине Кравцовой и ее подруге Тасе. Солнечный приветик Милане и Варе, Лебедеву Тимуру и третьему Г-классу. Еще приветик Кариночке Бохач, Томе Магнутовой, Анне Пугачевой и ее подругам, Лизе Евстратенко и Веронике Ивочкиной. Огромный приветик Машеньке Островой, Ангелине Кирилловой, Диане и Даше Кениловым, Петру Мельникову, Третьему Б-классу, 634-й школы, А также приветик его маме и папе. Няшный приветик Диане Горшкадеровой и ее сестричке Полине, Владику Литвинову, Кате Барашиной, 2-му А-классу и ее учительнице Усольцевой Ольге Юрьевне. И конечно же привет Владу Мороженко. И еще, простите, если ошиблась. А также, ребята, у нас небольшое голосование. Одна из наших подписчиц просит совета, как ей лучше назвать хомячка-девочку. Мася, Кушинка или Снежинка. Так что пишите свои варианты в комментариях. Ну а тем временем, пока звучали приветики, с нашей сестренкой произошло перевоплощение. Мы ей дали волшебное зелье и она превратилась в взрослую кошечку. И теперь ей точно можно идти в школу. Только она дождется, пока Анжела доиграет и вместе они пойдут на занятия. Ну а от вас, ребята, как всегда, я буду ждать лайки и комментарии. А вот и у нашей Анжелы закончились ходы. Может, даже это и к лучшему, ведь скоро прозвенит звонок. И, как известно, опаздывать нехорошо. Сейчас Анжела только попытает удачу в подарках, кстати, с которыми ей не повезло, так как ей попался дубликат, и они отправятся в дорогу. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч!